Сегодня вы со старта использовали Вердейчика как оцените его игру и взаимодействие с шкафом. В принципе, он вышел и играл очень хорошо. Поэтому в прошлом матче он вышел забил, но здесь он очень мощный форвард. Он навязывал по старе на единоборство, который нам очень поменял. Когда форварды чуть не такие мощные, бывает тяжеловато вверху. Поэтому Кирилл молодец. Еще вопросы? Пожалуйста, Геннадий. Владимир Смирнович, вы такую ли игру ожидали от Слави и насколько серьезные проблемы он предоставил Музырский клуб? Ну, в принципе, команда очень играющая, Слави. И, в принципе, я так себе ее представлял, значит, эту игру, что Славя будет пытаться контролировать мяч. Ну, и что игра будет до единственного забитого мяча. Поэтому игра была очень сложной, как от одной, так от другой команды. Почему? Потому что постоянно навязывались единоборства. Очень плотная игра, когда ты доходишь до последней трети поля. И, значит, игра была такая очень напряженная и Слави очень хорошая команда. Коллеги, будут ли еще вопросы? Пожалуйста. Министер Станиславович, интересно ли вам работать в чемпионате Беларуси? И сколько нужно времени, чтобы ваша команда играла в тот футбол, как вы считаете, который вы хотите видеть? Ну, значит, чтобы команде, как говорят, сколько нужно времени. Уже времени нет. Уже сегодня и сейчас хочется, понимаете, играть. Но команда перестраивается, играет. Команда начинает играть, значит, ну, если вы понимаете, что мы очень мало позволяем создавать у своих ворот моменты, и это уже положительно. Понимаете? Мы пытаемся не допустить, чтобы даже били по нашим воротам. Хотя, естественно, в игре бывает все. Может рикошет, может залететь с единственной атаки, с единственного угола. Поэтому футбол так интересен. Ну, мы двигаемся вперед. И спасибо ребятам за то, что они понимают, что под результат нужно играть. Играть в обороне, вот как играть в атаке. И поэтому вот здесь получается, как бы не все всегда получается, но мы научились терпеть. Вот так. Это самый главный результат. А догонять всегда тяжело, вы знаете. Спасибо. Еще один вопрос. Как вы считаете, насколько важна в футболе физическая подготовка? И действительно ли можно достигнуть больших высот, только если живешь своим делом, или можно в футболе иначе? Ну, вы знаете, физическая подготовка не только физическая подготовка важна. Во-первых, индивидуальная подготовка имеет огромное значение. Значит, процессы восстановления имеют такие же огромные значения, как физическая подготовка. И тактическая обученность команды точно так же играет. Это такие неразрывные, значит, в футболе элементы, которые нельзя отделять одно от другого. Как только ты какую-то отделил, значит, ты будешь все время попадать в просад. Вот, ну, так и это. Поэтому, значит, я не отделяю эти элементы подготовки одно от другого. Спасибо большое. Коллеги, вопрос еще нету? Нету. Владимир. Добрый вечер. Владимир Крюльев, Комсомольская правда, Беларуси. Сегодня мяч забил Евгений Шакавко, так достаточно эффектно. То есть, сравнивая с такими топ-чемпионатами, насколько это такое топовое и эффектное завершение, исполнение? Я вообще, значит, я вообще не делю на эффектное. Или мяч должен коснуться сетки и пересечь линию ворот. Любой мяч, который ты забиваешь, он эффектно эффективен. Понимаете? Я не делю там. Как ты хочешь. Можешь пробегать, и тебе мяч в пятку попал. Это значит, ты правильно пробежал, правильно открылся и был в том месте, где тебе нужно находиться. Да, Женин сегодня забил, подтвердил свой статус форварда. Как бы, а то он как бы давненько не забивал очень. Но на это работала вся команда, чтобы он это исполнил. Поэтому благодарен всей команде. Еще вопрос. Скорее всего, что квалификация к Еврокубкам будет смещена на осень. Насколько это так носит коррективы в планировании тренировочного процесса? И как можно сказаться на медальные разборки, когда уже там сентябрь, октябрь ближе к финансу? Слушайте, как говорят, давайте не бежать впереди паровоз. Нас еще до осени, еще много-много, и у нас открывается через две недели трансферное окно. Мы должны быть готовы к этому открытию трансферного окна. Понимаете, почему? Потому что оно очень короткое и очень самое тяжелое, это летнее трансферное окно. Потому что в межсезонье не позволяет, нету межсезонья 3-4 месяца, где ты можешь свободно завести игрока, подготовить. А здесь нету совершенно времени, потому что новый игрок приходящий, ну, с любого клуба, потому что все чемпионаты, кроме белорусского, были остановлены. Ну, там еще где-то может. Поэтому ты должен подвести игрока. Помимо того, чтобы, если ты берешь нового игрока. Ну, это такое непростое дело, как я говорю, высший пилотаж. Ну, и трансфер в межсезонье, это тоже высший пилотаж. А там осень, это еще до осени нужно. Коллеги, большое спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.